Я по поводу Товоросского, дом 9. У нас дом включен в капитальный ремонт, а крыша течет, а у них в плане сделать дом покрасить, коммуникации заменить и электрику, а крыша течет, как это быть? Да никак не быть. Вы мне сейчас позвонили, мы постараемся включить ремонт кровли, если это действительно так, я обязательно проверю. Если кровля нуждается в ремонте и ее нету в ремонте, мы будем решать этот вопрос. Видите? И стоят тазики. Через эту крышу можно увидеть небо, но романтики в этом мало. Чердачное помещение дома номер 9 на улице Воровского словно после бомбежки. Кругом осколки кирпича и разбитого шифера. Многоквартирный дом 1939 года постройки. Последний раз ремонт кровли здесь производился в 2007 году. Да и, как утверждают жители, капитальным этот ремонт не назовешь. Капитальный ремонт был у нас в 50-х годах. Потом по всему дому был косметический. Металл сняли и покрыли у нас шифером. Это было в 2007 году. И с тех пор мы, как говорится, мучаемся, потому что они не положили подложку под шифер. У нас, как дождь, снег все забивает под шифер и протекает в квартиры. Холодно в квартирах? В квартирах, ну, сказать, не вы. От крыши? Да, от крыши, да. Бывает, когда очень, это мороз, в квартире очень холодно. Когда с крыши текло, то у меня залило стену, занавески все пожелтели, вот фотографии. Все здесь залило. Я вызывала Надежду Михайловну, инженера из ЖКО, да. И они у меня приняли заявление и все это видели. Но когда уже вот стали сбрасывать снег, вроде не стало. Вот последние, вот я немножко заделала. Сами вам никто не возмещал? Нет, внук, внук пришел и мне заделал. Никто мне ничего не делал. По весне у нас наледь с крыши. Так что натекает друг на друга, в воде деваться некуда, и она проникает в наши квартиры. И течет внутрь, по стенам и по фасаду. Так как было много наледи, у нас сливы вместе с сосульками оторвало почти по всему периметру. Стучались во все двери, прежде всего в ЖЭО номер 12. На многочисленные обращения жители получили долгожданный и заверенный печатями и подписью начальника ответ. Сообщаем, что текущий ремонт кровли будет запланирован на 2011 год. Мы обращались в ЖЭО. Нам обещали отремонтировать в 2011 году крышу. Отремонтировали? Нет. И в квартирах практически не устранили. Жители дома номер 9 по улице Воровского ждали долго, и в 2017 году пришла, казалось бы, хорошая новость. Ваш дом внесен в региональную программу капитального ремонта. Однако, ремонт кровли в перечень работ не включили и с жителями не посоветовались. Какой же смысл обновлять фасад, заменять инженерные сети, если кровля останется, мягко говоря, в плачевном состоянии? С этим вопросом и обратился Александр Егорович к главе Раменского района на прямом эфире. Мы просим вас помочь перед главой района, Кулаковым Андреем Николаевичем, чтобы он помог нам отремонтировать крышу. Возле каждого подъезда самодельные навесы. Жители опасаются, что образующиеся зимой наледи упадут на детей. К слову, к запланированному на этот год капремонту только начинают приступать. Неужели заменять инженерные сети и обновлять фасад станут зимой, удивляются жители? Сергей Григорьев, Екатерина Аллафимова, Алексей Гущин для программы «Городские вести».